Мы записали видео буквально на днях про признание дипломов. Сразу было очень много вопросов. Какие бумаги нужны для признания дипломов? Да, дорогие друзья, тема признания дипломов была. И нужно самые, если так, основные документы, чтобы выявить вашу личность. Это диплом, это семейный статус, если вы женаты, и свидетельство о рождении. То есть все эти документы я перевожу в процессе работы и в процессе признания документов, признания дипломов, в процессе учредительной. Но я сейчас заметила, что в связи с ситуацией, которая сложилась сейчас, скажем так, чрезвычайно, документы уже, скажем так, перевожу без апостелирования. То есть процесс апостелирования, он сам по себе сложен. Нормально это время 32-3 месяца. А сейчас, в общем-то, я вижу, что покупают документы без апостелии. И, тем не менее, они переводятся и подаются дальше в ведомство. Скажем, со стороны немецких властей. Это вот такое, в общем-то, послабление для специалистов из Восточной Европы, в частности, из России. Вот кто в основном обращается, вот если там украинцы, россияне, белорусы обращаются? Какие профессии в основном востребованы? Да, востребованы профессии – это айтишники и медики. То есть перевод данных, скажем так, дипломов с этой квалификацией занимают у меня проценты, допустим, с 90-х. И, как правило, это запрос, который вначале направляется в компанию NewCard, он обрабатывается, и компания обучает вам. Да, мы беремся, чтобы ваши документы продвигать, скажем, признать их, и помочь вам с устройством на рынке, в данном случае, для рынка. Айтишники и медики – эти две, скажем, квалификации очень востребованы в Германии. Ну и, конечно, многие работают уже в школах тоже, да, вот учителя работают много. Да, и, скажем так, в связи с ситуацией, с нынешними учителя из Восточной Европы, в частности, из Украины, получают доступ к профессии, должность профессии без признания дипломов. Да, то есть это очень, скажем так, для меня действительно явление, как-то, я не знаю. Но, тем не менее, уже больше тысячи, как я знаю, специалистов из Украины, преподавателей получили рабочие места в Германии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!